Кэш, молчи! Мне твой Соболев, а ты мой Ларин. Картавый чмошник, подойди ко мне сзади. Так, ребята, закройте глаза! Ну, как всегда, пришел оттуда, откуда мы с вами не ждали, ребята. Дамы и господа, я все еще с охрипшим голосом, как вы могли заметить, потому что я немножечко приболел после Нового года. Обещал себе не болеть, но твою мать заболел, да. Моя хейтерша, имя которой я не могу называть, она сняла про меня клип, очередной клип. И я должен был сделать на нее реакцию. Но знаете, что произошло? Я тогда отдыхал, и спасибо Жеке Белозерову, который меня подменил. И снял реакцию вместо меня. Давайте посмотрим реакцию Жеке Белозерова на клип, который посвящен мне. Ну, а информационные партнеры этого видосика, паблики Мемеса, я морачиваю. Недавно YouTube ввел новую награду. Однако данная награда не для блогера, а для зрителя-блогера, который оставляет комментарии под его видеороликом. Да, кстати, спасибо Жене, что напомнил. Тому лысому чуваку дали награду за 1 миллион лайков под комментарии. Он написал I'm a bald guy. Каждый из вас может тоже получить эту награду, если напишет комментарий под этим видео. Сьюзан Маджинский следит за каждым из вас. И каждому из вас она может дать эту награду. Вот ты сейчас пишешь комментарий, и она такая смотрит, может именно тебе и дать эту награду. Угораздило мне среди недели взять и заболеть. И возможно... Ой, Женя, угораздило меня тоже заболеть, когда я решил записать реакцию на этот клип. Мы с тобой, видишь, только больные можем записывать реакции на клип Ольги. Хорошо, хоть ничем серьезным не больны. Ну, я-то точно, Женя. Надеюсь, ты тоже не болеешь. Какой-то другой видеоблогер на моем месте давно сказал бы своей аудитории I'm sorry, извините, видеороликов не будет. И пропал бы с видеокостинга на месяц, на второй. Нет, Женя, я вот никуда не пропадал. Я знаешь, я когда здоровый пропадаю, а когда я болею, я использую это для того, чтобы давить на жалость своей аудитории. Ребята, у меня нету голоса. Господи, я вот так делаю, реально скоро его потеряю. Пожалуйста, поддержите лайком, потому что я при смерти и снимаю для вас видосик. Сейчас я обмотаю с полотенцами, халатик накину и градусник в рот воткну. Типа, я умираю, ребята, я реально. Следующее видео будет влог из гроба, с кладбища. Следующий ролик на сегодня это некий музыкальный клип, музыкальное обращение для моего коллеги Димми Кэш. Кто не знает, мы с Женей старые добрые друзья. Мы снимали с ним коллаборации. Кто не видел вот это вот видео, вот это вот реакция на Настю Отличницу. Все мы снимали с Жекой Белозеровой. Именно поэтому он называет меня моим. Именно поэтому он называет себя моим коллегой. Именно поэтому он называет меня своим коллегой. Господи, как сложно, Женя. С Димой Кэшем мы лично не знакомы. Однако, это же ведь не запрещает нам смотреть этот видеоролик, верно? Запрещает, Женя. Этот ролик предназначен был персонально для меня. Там надо было водяной знак написать вот так вот. Предназначено для Димы Кэша. Не распаковывать до Рождества. Не реагировать Жене Белозерову. Вот так там должно было написано быть. Ольга, в следующий раз, когда ты будешь снимать 30-й клип, пожалуйста, сделай водяной знак и напиши Жеке Белозерову не реагировать. А то он не понимает, что это не для него было. Полностью согласен. Это ни в коем случае тебе не запрещает делать этого, потому что, ну, типа, это Ютуб. Все для всех. У нас здесь коммунизм, знаешь? От каждого по способностям, каждому по потребностям, знаешь? Кэш, молчи! Премьера клипа. Не то, чтобы я затыкал рот Диме Кэшу, нет. Так ролик-то за... Да нет, Женя, можешь взять и заткнуть мне рот. Куда уж там, чего уж мелочиться. Женя так обходительно старается не оскорбить меня. Блин, Женя, на Ютубе, на Ютубе все друг друга оскорбляют. У всех стояк только на это. Никто не любит вот этот вот добрый контент. Типа, мы с ним коллеги, мы друг к другу хорошо относимся. Женя, это все говно. Ты должен меня ненавидеть. Говорить какой-то там Диме Кэш и харкать в экран, понимаешь? Вот так это должно работать, Женя. Давайте лучше его посмотрим. А что, мне подобных музыкальных видеообращений никогда никто не посвящал. Женя, ты сам напросился на это. Я вот сейчас просто вангую, что кто-то записывает в этот момент тебе видеомузыкальное обращение. Я не знаю, зачем тебе это. Потому что это накладывает определенный отпечаток. Ты сначала думаешь, забавно, забавно, прикольно. Потом тебе присылают деревянный член. Ты такой, ну забавно, ну прикольно. Поиграю в футбол со школьниками. Дисклеймер. Данное видео может задеть ваши чувства, связанные с этикой и нормами вашей жизни. И привлечь в комментарии душевно больных людей с синдромом Туретта. Женя, хватит разводить этот детский сад. Люди с синдромом Туретта. Да пошли они нахер. Пошли эти пидоры. Все в жопу. Я бы всех этих вонючих людей рас... Пошел к администрации и сказал, что, пожалуйста, человек меня преследует. Они сказали, вызывай полицию. Ты хочешь, чтобы вызвали полицию, либо чтобы я ушел. И, кстати, если кто-то подумал, что это все на самом деле постанова, что все взаимоотношения между мной и Ольгой постановочные, типа, я это спланировал, я это придумал, и я заставляю ее это делать. Ну, господи Иисусе, вы серьезно? Если бы я хотел хайпануть и вести себя эпатажно, я бы сейчас ездил в эконом-классе Яндекса такси голым. Как это делает Моргенштерн, например. И все. Тебе нужно насолить. О-о-о-о, стоп, стоп, эдивуля, я вообще то видео открыл, а? Так, ребята, закройте глаза, вы че? Тут девчонка переодевается, голенькая тут. Аккуратно, потом, сейчас переоденется, потом посмотрите. Женя, ты просто первый раз ее клипы смотришь, она в каждом видео то переодевается, то голая ходит, то без кожи, то с деревянным членом, понимаешь? Дима Кэш. Хочу в постели с тобою устроить трэш. У меня, кстати, такое дежавю сейчас, как будто я уже реагировал на этот клип, но Жеке явно не нравится. Смотрите, Жека испытывает такое отвращение. Он уже захотел, наверное, захотел, чтобы Ольга посвятила ему следующий клип. Первая стадия отношений с Ольгой. Ненависть, неприятие, отрицание. Женя, Женя, куда же полез ты? Зачем тебе это? Ты очень жестко кинешь мне страйки. Типа костлявый, что ли? Типа костлявый, что ли? Типа я костлявый, она костлявая. Костлявый страйк? Женя, объясни шутку с типа костлявый. Я вот честно не понял. Вы поняли, что он имел в виду? Типа костлявый. То есть, если кто-то жестко кидает страйки своей женщине или не своей женщине, то он костлявый. А если мягко кидает страйки, то не костлявый. Вот этого я понять не могу. И вообще, зачем ему тебе ставить страйк? Дима, блогер. Да, зачем мне тебе ставить страйк? Дима, блогер, у него есть своя личная жизнь. Ольга, спустя столько лет неужели ты думаешь, что Дима, блогер, будет кидать тебе страйки? Ольга, ты вроде взрослая, ты уже не миллениал. Есть мир не крутится вокруг тебя, понимаешь? А потому, скорее всего, он знает, что страйк это самое отвратительное, что может сделать один блогер другому. Обычно страйк в контексте, который имела в виду Ольга, это не самое отвратительное, что один блогер может сделать другому. Вот, например, возьмем Дэрила и Алену Вену. Там, определенно, страйк Дэрила попал в нужную точку. Из этого страйка получился ребенок, понимаешь, Женя? За мои стоны поставишь дизлайки. Мне кажется, что у Оли, так зовут нашу героиню, смешалась реальность и виртуальность в один целый организм. Даже на Бонго Кам за плохой стон нельзя поставить дизлайк. На Бонго Кам, Женя, на Бонго Кам тебя смотрят маленькие девочки. Женя, Бонго Кам. Такая шутка для взрослых. Шутка для взрослых. Я достаточно взрослый, хотя в душе молод и всегда остаюсь молодым, но Бонго Кам бесплатный эротический видеочат с онлайн-шоу. Вот так, значит, ты развлекаешься? Слушай, а по тебе и не скажешь. У тебя вроде на баннере канала там жена, дети. Я бы никогда не подумал, что ты сидишь на Бонго Кам. Что ж, Женя, спасибо за наводку, хороший сайтик. Слушай, мы с тобой уже потихонечку сближаемся, видишь, ты мне посоветовал на что подрочить. Мало кто знает, что такое Бонго Кам, если вы не знаете, вы вообще красавцы. Спасибо, Женя, спасибо, Женя, я не знал, серьезно. Вопрос в другом, откуда я это знаю? Ой, Женя, Женя, вот здесь ты меня повеселил, да. Непонятно. Ладно, я могу на самом деле сказать, что я просто смотрю Воронина и каждый раз перед просмотром мне надо пересмотреть. Да ладно, Женя, я думаю, твоя женщина до 7 минут твои видео не досматривает, так что можешь не оправдываться. Она не узнает, что ты смотришь Бонго Кам. Смотрите рекламу, и знаете, когда нажимаешь play, тебе выдает тысячу ссылок. Да, 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 Женя, рассказывайте, ты мог просто закрыть эту шутку уже, Женя. Ты мог не продолжать, хватит. Бонго Кам тоже иногда открывается, вот поэтому я знаю, что это такое. Женя, ты серьезно, тебе как будто 12 лет, и ты объясняешь. Ты говоришь всем, ребят, вообще я не дрочу. Вообще я не дрочу. Я же, я же известный блогер, у меня больше миллиона подписчиков. У меня жена, дети, я не дрочу. Господи, Женя, тебе не 12 лет. Все, но вы не гуглите, если вы не знаете, это плохая вещь, а ты у вас... Это хорошая вещь, загуглите, это хорошая вещь. Ничего плохого в этом нет, я не понимаю, что плохого может быть в дрочке и в красивых женщинах. Уважаемая Оля, можешь расслабиться. Дима Кэш за плохой сон тебе дизлайк точно не влепит. Слово говоря, да, я ни разу не ставил ей дизлайк, потому что я вообще не ставлю ни лайки, ни дизлайки, никому, никогда, ни при каких обстоятельствах, ни за какие деньги только. Если по ссылочке в описании можете купить лайки. Поиграем проливуху. Не твой Соболев, а ты мой Ларин. Господи, это настолько старый мем, типа Соболев, Ларин, уже, знаешь, инстасамка, Никита Лол. Володя XXL, Андрей Петров. Я понимаю, что ты этот клип чуть-чуть вот перед Новым годом снимала, но столько всяких новых конфликтов появилось, серьезно. Столько всего произошло, столько двух минуток ненависти у нас было за это время. Но ты все еще продолжаешь мусолить вот это Соболев и Ларин. Это как я вот иногда поднимаю тему Насти Отличницы, Наталии Советовой. Я не знаю, вот эти вот все старые темы, которые давным-давно надо бы похоронить, но люди почему-то вот стагнируют на одном месте. Я не знаю, как это. Кризис среднего возраста или что это такое? Почему мы не можем отпустить какие-то темы и продолжить дальше двигаться? Сзади, Женя, подожди, ты рассмеялся над словом сзади? Подойди ко мне сзади. Он картавый чмошник, но тем самым ты приглашаешь его на совместное соитие, но при этом он картавый чмошник. Правильно я тебя понимаю? Нет, ты неправильно понял. Она не имела в виду, что Ларин картавый чмошник. Она кайфует от Ларина. Ларин для нее, это вообще бог. Я не понимаю, почему она про него клипа не снимает, но Ларин для нее, это просто Владимир Путин для несуществующих людей на выборах, понимаешь? Или гречка для пенсионеров, или инстасамка для лохов, которые ведутся на каперские разводы. Уважаемая Оля, поднимаю за вас эту чашечку горячего чая с имбирем. За вас. Я так понимаю, что для тебя чем хуже пацан, тем лучше, верно? Сразу оговорюсь, Дима Кеш, бро, я против тебя ничего не имею. Да неужели? Ты меня сейчас с ног до головы тут обосрал и теперь говоришь, что ничего против меня не имеешь. Женя, Женя, Микки Маус ты мой. Ты ничего против меня не имеешь, но не имеешь ты без уважения. В данном случае мне интересно понять ее мировоззрение. Молчи, молчи, кричи, кричи. То молчи, то кричи. Какая непостоянная женщина. Не завидую я ее будущему парню. Ну или теперешнему. Если у нее есть парень, тогда мне интересно, как он реагирует на то, что она другому мужчине снимает такие клипы. Если он существует, если он когда-нибудь будет существовать, то он будет куколдом. Как Гарик Бульдог Харламов с Кристиной Асмус. Женя, не переживай, на самом деле она лесбиянка. С такими кадрами. Уж поверьте, там я другие ролики посмотрел и там еще похлеще есть. Просто Ютуб мне, да и совесть, собственно, тоже не разрешает такое вам показывать. В какой-то момент я даже Диме начал завидовать. Ну, что ему такие ролики снимают. Женя, а ты не завидуй. Я тебе могу рассказать, как этого добиться. Ты просто открываешь личку у себя ВКонтакте и начинаешь общаться с людьми. По-человечески, нормально. Ну, типа, они тебе что-то пишут. Привет, как дела? Ты такой, привет, хорошо. А у тебя? Они тебе начинают рассказывать о своих проблемах, о своей неуверенности, о своих комплексах. Ты начинаешь их поддерживать просто потому, что тебе интересно общение с людьми. А потом они начинают преследовать тебя. Потом они начинают ездить с тобой на совместные мероприятия. И воображать себе, что вы лучшие друзья. Вот так это и выглядит. Женя, если ты хочешь, ты можешь сам взрастить себе свою Ольгу. Просто найти какую-нибудь маньячку у себя в личных сообщениях. Это произойдет рандомно, абсолютно рандомно. Просто нужно открыться для этого мира. Говорить всегда «да». Дима Кэш, молчи-молчи. Дима Кэш, кричи-кричи. Господи, бедному Димке там, наверное, и кается. Я могу предположить, что когда-то Дима сделал на нее обзор. Впоследствии чего она влюбилась в него и решила снять такой музыкальный ответ эротическим подтекстом Диме. Женя, ты сказал, что ты посмотрел ролики на ее канале. Но тебе надо было посмотреть всего лишь один ролик на моем канале, где я рассказал, что же, мать его, произошло. Нет, садись, три с минусом тебе. Дима Кэш, молчи-молчи. Дима Кэш, кричи-кричи. Надену маску твоего подписчика и задоначу тебе прямо на личика. Жизнь меня к таким рифмам не готовила. Одену маску твоего подписчика и задоначу тебе на личика. Вы понимаете всю реакцию на эту фразу? Это просто гениально. Это просто гениально, потому что я люблю очень проводить стримы и люблю собирать донаты. И так как Ольга тоже бывает на этих стримах, почему мне приходится разжевывать текст песни Женя? Почему ты просто не интересуешься вообще? Женя, называешь меня своим другом, коллегой? Не интересуешься вообще моей личной жизнью? Подпишись на инстаграм, Женя, подпишись вот на этот инстаграм и следи за моей личной жизнью. Там я постоянно публикую, я там постоянно расшифровываю древние письмена, текста Ольги и много всякого интересного. Кстати, ребята, вы тоже можете перейти и подписаться. Это на самом деле был байт на подписку в инстаграм, не что иное. Да ведь это что-то на уровне МС Кисули, может быть даже и выше. Да если бы девочка Оля участвовала в версус баттле, она бы там всех порвала. Инфа сотка, вы только вдумайтесь, текст. Да, ну а ее бы рвать никто не стал. Ты как девочка будешь доверчивый. Я тебя свяжу твоим мерчем. И поиграем в роли в уху. Я твоя тяночка, а ты мой мальчик. Ааа, ну че ж ты так, а? Вообще, если бы меня спросили, какие ролевые игры я люблю, то это Ведьмак 3 на первом месте у меня. На втором Deus Ex. На третьем, наверное, кувыркание в постели с твоей мамашей. Да, люблю ролевые игры. Так хорошо шло. Так все было хорошо. Так было все идеально. Но после того, что между нами было, ну что это? Ну что это? Что это за рифма, а? Над этой рифмой нужно еще поработать. Сразу видно, исписалось. Вот ты писала, писала, все было хорошо. А потом пропали идеи, и ты решила вот так вот закончить, да? Одним словом. ХАЛТУРА. Все. Оль, дорабатывай, пожалуйста. Чтобы в следующих твоих музыкальных позициях таких рифм больше не было. Хорошо? Чтобы там все на уровне, все идеально. Женя, ты сейчас на полном серьезе. Ты на полном серьезе критикуешь ее текст. То есть для тебя до этого все было нормально, а вот сейчас какие-то проблемы. Типа она сейчас схалтуривала. Схалтуривала, да? Ты действительно смотрел ее предыдущие видео? Ты действительно высоко оцениваешь то, что она делала до этого? А типа в концовке она немножко подкачала. Женя, Женя, серьезно, если ты болеешь, не надо записывать эти видео. Я попрошу, не знаю, Юлика, пусть Юлик пореагирует на эти видосы. Ему, наверное, надоело реагировать просто на одно и то же уже год. Ну, с телом окей, с видео окей, с исполнением окей. А рифму надо подровнять, хорошо? Теперь нажми. Серьезно, серьезно, рифму подровнять? Женя, рифму? На мой колокольчик, дави-дави. Молчи-молчи. Дима Кэш. Молчи-молчи. Дима Кэш. Кричи-кричи. Окей, я понял. В конце еще два раза припев повторяется. Классика. Что у нас по итогу? Признаюсь честно, я пересмотрел несколько ее музыкальных видеоработ и с уверенностью скажу, что на фоне музыкального сопровождения и исполнения видеоряд довольно-таки хороший. Женя, ты только что не заработал себе на клип, понимаешь? Ты не понимаешь, как это работает, ты не понимаешь, как устроены эти взаимоотношения. Если ты хочешь, чтобы кто-то про тебя записал клип, не нужно его хвалить. Ни в коем случае. Думаешь, если бы я кого-то хвалил, стали бы они на меня делать вот такие вот видео? Нет, Женя. Это не так работает. Так как Женя Жека меня сегодня поддержал, пока я болел, записал реакцию на это, не оставил. Не оставил, так сказать, без внимания. Кто-нибудь, ребята, кто любит Женю Белозерова или ненавидит его, запишите, пожалуйста, про него песню, клип, а я сделаю на это реакцию, да. Главное сделать это быстрее Женя, чтобы Женя такой проснулся и... Дима сделал реакцию на клип, который посвящен мне. Спасибо, Димон. Ну вот и все, ёпта. Никаких разборок сегодня не будет, потому что Жека Белозеров, мой коллега, он меня всегда поддерживает в трудную минуту. Да, мне просто опять не про что было снимать видос. У меня выбор стоял между трендами лайка и вот этим вот видео Жени Белозерова. Сейчас накачаю видеоблогерскую массу, на видеоблогерском протеине уже сижу и начну выдавать нормальные видео. А пока что занимаемся тут демагогией непонятной. Ну все, ребятки, подписывайтесь на каналчик, суйте пальчик в каналчик. Увидимся с вами в следующем видео.